один из популярных блогеров под ником стас бомбит блогер миллионник жестко высказался о методах пропаганды о соловьеве и о том кто и когда и зачем готовят замену сука как же меня бесит вот просто как это медийка устроена на паблике сотнями тысячах подписчиков во первых они полностью подрезали потому что там я когда мне говорят вот и называл соловьева и симоньян глупыми я сперва соглашаюсь говорю да и потом поясняю что я говорил не они глупые а методы пропаганды и прочее 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 развивают мысль да потому что говорю на стороне россии правда зачем вызывать каким-то вещам если можно просто более правильно все объяснять но именно именно глупыми соловьева и симоньян я не называл я сейчас прикреплю ссылку на интервью в комментариях к этому ролику где это было объясню почему потому что я говорил что соловьев не прав что вот тут вот он делает плохо 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 и критиковал его это типа нормально но просто если назову соловьева тупым он меня быть на стриме просто так вот именно интеллектуально потому что ну как бы там не было как бы к нему не относились он образованный очень чувак и он меня как бы именно интеллектуально унизит если его где-то публично называл именно тупым и глупым я мог сказать какое тупое суждение да да но именно лично пришли ну вы помните тут переживаю бля больше за то что это соловьев бля увидит и скажет я бля глупый ну давай посмотрим на стриме быть какой я глупый бля ир меня а я этого не хочу поэтому я заранее в интервью оправдался потому что хоть я совершенно не согласен с тем что он говорит зачастую до кроме озвучивания именно исторических фактов я тем самым сяду в лужу то есть ты получается назвал тупым человека а он оказался намного умнее тебя и продемонстрировал это в прямом эфире да я себе могу такое позволить с реально тупыми людьми но как бы здесь но это будет это самому себе ну я мурить подошли ты чека называешь глупым значит а ты умнее а я не умнее и язык у меня менее подвешен вот там короче в чем суть я просто соглашаюсь с этим суждением и дальше это рассказываю я говорил не что они глупые да а что они используют глупые методы пропаганды и прочее прочее это вывернули из-за этого теперь делают какие-то выводы что я там ну вот почитайте пост которая выше прикрепил что я там занимаюсь какими-то методами ты что там какая-то внутривидовая борьба взялась еще сейчас я думаю не к этому подкрутят вот эту вот какую-то новую теорию у меня готовят соловьеву на замену что мне скоро весь телеканал отдадут а соловьев уйдет на покой я бы такую хуйню читал ребят но это это конспирология просто из ничего там аналитики от бога просто сидят придумывают вот эту хуйту и на сотни тысяч людей транслирует и все это верят никаких косвенных даже элементов нет учитывая что я в принципе собираюсь не больше двух-трех лет еще вещать на тему политики потому что хотя может быть и меньше потому что я честно скажу вот эти вот вырезания из контекстов меня за его будет потому что я теперь считаю какими-то шизами им чем официально официальным труппором кремля чуть ли не второй рукой путина но судя по тому что они пишут они эту хуй начинают методы пропаганды российской пропаганды я считаю действительно глупыми по большей части я с ними не согласен и пока мне ну и типа вот это вот они подрезали что типа ну вот посмотрите стасу плевать где вещать да я это и так миллион раз говорил но они подрезают момент где говорю мне плевать где вещать пока мне не говорят что говорить пока я могу говорить то что считаю нужным и все и знаете и а люди не будут видеть вот этого моего опровержения они не посмотрят оригинал интервью я вам даже тайм-код написал вы посмотрите все что сейчас проговорил я там говорю типа тупыми я всегда называл тупых людей у кого я считаю тупыми тех кого я считаю что я могу в дискуссии вывести и в принципе она всегда так и работала за исключением случая с эти педи но у всех бывают взлет и падения я за это как бы миллион раз уже вам пояснял и говорил так что то чтобы в очередной раз все будут думать что стасу теперь они просто вот мою позицию подрезали так что она будет выглядеть что я готов за деньги вещать абсолютно что угодно но хотя там ей по поводу денег говорю чтобы ну конечно знаете в очередной раз однако если вы думаете зачем я в принципе за подобные вбросы зачем значит зачем я на подобные вбросы в принципе продолжаю реагирую то я и сам скажу я не знаю просто как-то это обидно быть оклеветанным и в очередной раз я пытаюсь хоть кому-то кто готов хоть что-то слушать объяснить но боюсь что этом усилия в никуда